Немножечко автомагнитольной темы на моем канале. Снизу магнитола, которая была найдена... Нет, не мной, она была найдена металлюгой одним, и я ее неохотно выкупил за 150 рублей. И, наверное, такое у вас бывает, что с виду вроде бы нежеланная вещица какая-то, которую сомневаешься, приобретать или нет, оказываются таким сюрпризом, что вообще... Во-первых, как вы можете видеть, она оказалась с AUX, который был под пластиковой плотной заглушкой вот здесь. Вот ее надо было открыть. Она называется CD, но кнопочка называется AUX. Вот радио. А вот AUX. Далее. Если поставить кассету, то... Так, давай. Она работает. И не просто работает, она даже не... Она даже не жуется. Она мотается. Вперед. Назад. Короче, она работает. AUX. Тоже работает. Панелька почему-то не снимается, но это может и к лучшему. Приклеили, чтобы контачило как следует. Возможно, она не контачило. Звуковые настроечки. Тут всякие есть кнопки, все работают. По традиции, как автомагнитола пищит при нажатии кнопочек. Вот так вот. Так, давайте вот эту загадку сверху уберем и посмотрим на Айво. Вот такое вот. Рекомендую, если вы ищете магнитолу кассетную. Это пока что самая лучшая кассетная автомагнитола, которая у меня была. Здесь почему-то вот так вот прилеплены предохранители. Вот у нас скручены красный, желтый. На красном проводе был, получается, пятачок для предохранителя безответной части. Я вот срезал, вот так вот сделал. Черный провод у нас идет вот на вот эту колодочку. То есть, есть вместо пайочки оголенные. Но он еще идет сюда. Сюда идет, получается, два канала звуковых. И еще два канала звуковых. Они отрезаны и не зачищены. И этот синий проводок, по-моему, это диммер подсветки, который связывается с салоном. Делается темнее, светлее вместе с салоном автомобиля. Здесь есть линейный выход, который я поначалу воспринял за AUX. Но оказалось, что AUX. Вот он. И знаете, чем меня поразила эта магнитола? Это кассетная старая магнитола, которая для многих будет мусором, как и для хозяина, который ее выбросил предыдущего. Но! Перед самым вкусным, честно скажу, скажу то, что она прожорливая довольно-таки. Вот она молчит и жрет 700 миллиампер. С одной подключенной колонкой она жрет больше 1 ампера, когда именно слушаешь. Усилитель находится сбоку, что хорошо для радиатора. Радиатор, видимо, внутри как-то побольше может быть, потому что вот здесь горячо, вот здесь горячо. Или вот это есть весь радиатор. Ну, в общем, весь сок этой магнитола в ее звуке, он здесь просто потрясающий. Вот, без шуток, из всех автомобильных магнитол, которые мне попадались, это самое лучшее по звуку. По-моему, самое мощное. По-моему, она даже, по крайней мере, мощнее, чем Sony Explode. Вот GT 300 или 330, не помню, которые с AUX и диском. Либо они на одном уровне, либо это самое лучшее. Очень напористый такой бас, причем это он еще не в максимуме. Но, если докапываться до качества баса, он такой высоковатый, как вот от 50 Гц, как вот такие колонки, под такие колонки, по сути, и рассчитанный. Ну, вообще, магнитола, что она рассчитана под динамики в дверях и в задней полке, ну, там звук таким и будет, по сути. Вот на такие колонки это очень хороший звук она дает. Сейчас еще что-нибудь другое вам включу. Вот давайте вот эту композицию заценим, которая в ВК выпилена настолько, что ее не найти. И это только одна колонка подключена, кстати. Усилок явно прожорливый. Он сильно греется, где-то градусов 55 на палец. И эта громкость слабая. Смотрите, тут есть кнопочка. Регулировки баса, тембра, баланса, задних и передних динамиков. Громкости. И кнопочка, которая поднимает очень сильно басы. Очень резкий подъем. Либо есть, либо нет. И мы делаем это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Пару слов насчет колоночки, по ней я делаю видос о том, что это самодельная колонка. Сейчас она полусамодельная. Сейчас здесь установлен родной низкочастотник, который и здесь и должен стоять. Серега, респект. Правда, если бы ты не разобрал ту колонку, сейчас у меня было бы одна целая и один корпус. У меня оставалось бы только найти два динамика в эту. Была бы пара. А вот высокочастотники здесь один вот самый верхний автомобильный, а другой от какого-то сателлита от 5.1 системы. Звук вполне себе для проверочной колонки охренительный. Если найти родной высокочастотник, вообще можно в заводское состояние привести. И, наверное, вы сейчас будете писать, давай видео, как она валит на улице, накажи школьника с портативными колонками. Вот я считаю, что да, надо попробовать, потому что вот это, плюс вот это, плюс свинцовый аккумулятор, мне кажется, это стоит того, чтобы попробовать, понаказывать школьников. Еще учитывая тот момент, что я обзавелся клеммами, которые налазят на аккумулятор, чтобы у меня не сваливались провода. Ну а скруточки на звук, получается, у меня, смотрите, эти на разъеме, они не будут коротить друг на друга, здесь нечего опасаться, а здесь были они отрезаны. Я зачистил пока только один канал, то есть коротить здесь попросту нечему, кроме питания, которое можно, получается, в термоусадке захерачить, либо в изоленту. Только вот эти выдохнители надо убрать, чтобы не потерялись, вдруг пригодятся еще куда-нибудь. Вот, это по первой магнитоле. Идем дальше. Дальше, что хотелось бы вам показать, это вот эта магнитола, которая была найдена где-то около, то ли два года назад, то ли полтора года назад, а может и год назад. Что это у нас такое? Это Prology. Prology вот такой вот модели с интересным названием. SMD 110 SMD. Наверное, она собрана на SMD. Ну, скорее всего, кстати, да. Потому что магнитола такая уже полукитайская, относительно свежая. Ну как, относительно свежая. Нулевые года. Может быть, даже где-то здесь есть дата, я сейчас ее на камеру не найду. И весь прикол этой магнитола в том, что она была выброшена именно без панельки. Нашел ее я. И буквально где-то летом, а я об этом вспомнил только вот недавно, мне уже другой знакомый дед притащил и отдал среди кучи всякой драбуды вот это. Я ее равнодушно забросил куда-то, а потом начал... А, равнодушно оставил в коридоре. Ну, конечно. Мы хотим тоже сниматься. Ладно. Потом вспомнил про нее, смотрю, что это. А это Prology. Да-да-да, это Prology. Только моделька SM... Блядь, что так трясется-то? Только моделька SMD-190, а там 110. И здесь не предусмотрена AUX. Ну и, собственно говоря, здесь его тоже и нету. Здесь только диск радио. Нету ни AUX, ничего вообще. И я такой думаю... Блин, а вдруг они подойдут? Вот это лежало в гараже, вот это лежало дома. Я дома посмотрел, разъем вот здесь вот. Потом, когда в гараж как-то пришел, смотрю, вроде бы разъем здесь, вроде бы такой же по пинам. И вот, буквально сегодня, я эту магнитолу притащил из гаража. Еще вот, что хорошо, коса проводов, пучок, фишка на месте. Ой. Аккуратненько. И пердохранитель тоже на месте, и он целый. Я предполагал, что эту магнитолу, скорее всего, выбросили из-за утери панельки. Потому что панельки я искал, но не нашел. Итак. И давайте момент истины. Встанет она или нет? Так, как ее вставлять? Тут я, по-моему, нажал случайно, даже пока она у меня упала. Сейчас я отожму замок. Так, отжат замок. Кстати, вот еще минутка советов от, в кавычках, мастера. Мною было обнаружено, что автомобильные магнитолы могут косячить следующим образом, из-за чего они могут показаться вам нерабочими. Что, либо вот в этом месте сразу, либо где-то отдельно, есть микрик, который замыкается, когда панель вставляется. И размыкается, когда панель вытаскивается. Иногда этот микрик, или контактная группа, когда один контакт на одном месте, а другой контакт на подвижной части. Бывает, что эти контакты окисляются. И их надо подвигать, чтобы они разработались. Вот так вот. Так. Так, отжимаем. Это было замечено на магнитолах Sony. Вставляешь панель, а она не работает. Итак, момент истины. То есть, вам надо просто, получается, подвигать, я уже сказал. Итак, момент истины. Встанет или не встанет. Так, заводим ее направо, чтобы в защелку попала. Попала в защелку. Встала. Смотрим. Все совпадает. Модель магнитолы SMD-110 и этой SMD-190. В чем разница? Без понятия. Выглядят они практически одинаково. И даже расположение кнопок, я посмотрел, у той и у той. Оно похоже, просто у них мордася различаются немножечко. И не буду уж вам показывать в этом видео, но скажу, что я ее включал. Она полностью подошла и работает. Работают абсолютно все кнопки, все функции, но обидно, что вот здесь вот мог бы быть AUX, а его нету. И на этой не было. И на этой нету. То есть они абсолютно идентично подошли. И здесь вот подписано, что поддержка CD-MP3. Здесь тоже CD-MP3. Но появилась вторая проблема, которую я уже не знал. А за ней третья. Вторая проблема, это то, что немножечко при шевелении панели иногда контакт пропадает, дисплей зависает особенно. А третья проблема то, что диски читать она как-то не хочет. Она его глотает, она его раскручивает, но чтение не происходит, выдает ошибку 4. Что там происходит, блядь? Один раз, когда я поднял верхнюю крышку, она тут просто на защёлках, прочитался сразу же в момент диска, но с этой поднятой крышкой больше он почему-то не прочитывался. Видимо, здесь надо ещё почистить контакты. И она заработает. Вот такой вот магнитольный выпуск сегодня у нас. Нет, ну вы посмотрите, это что такое? Кого мы, блядь, завели, а? Это что такое? Погром устраивает, который раз мои бац и скидывает, зараза! Она потеряла один наушник опять, сучка. В общем, такие дела. Так что проверяйте и помните свои запасы, что у вас лежит. И даже если вы, например, находите мафон без панельки или панельку без мафона, оставляйте, если у вас позволяет место это хранить. Возможно, соберёте вот такой вот прикольчик. Работоспособный. Но ещё на закусочку то, что относится к этой же теме и было найдено сегодня в одном месте. Первое. Два вот таких вот автомобильных динамика. Нет, ребята, это не колонки. Это динамики. Если вы называете вот это колонками, то не вы люди, вы звери. Не, не звери, животные. Во. Это, кстати, правильные колонки. Ой, сука, животные ебаные, сам. Это правильные динамики. У них есть пыльник, пыльзащитный колпачок. А вот этот частотник крепится вот так вот по периметру. Потому что обычно сюда засирается всё и динамик заклинивает. Но несмотря на правильную конструкцию, оба вот этих вот динамика тоже заклинили. Вот такие вот динамики. Что-то непонятное. Какое-то то ли BM-бас, то ли SM... А, SM-бас. Вот такие вот динамички. Вот эта наклейка, которая проржавела насквозь. Магниты заклеены зачем-то изолентой. Внутри происходит какая-то неведомая херня. Это сквозное вентиляционное отверстие получается. Эти динамики явно эксплуатировались от магнитолы. Видимо, в дверях. Потому что были найдены ещё сеточки дверные. Заводские. И им пришёл пиздец. Они просто не шевелятся. Я подключал их. Работают пищалки на одном. Один подключал, пищалка работает. Этот не слышно. И шевеления нет ни руками. Никак они не разрабатываются. Это очень странно. Что с ними делать, подскажите. Жалко немножко всё-таки. И вместе с ними ещё было вот это. Вот это. Уже подразобрано. Мистери. Фрешка. Аукс. Диск. И ещё. СД-шка. Разобрана она не просто так. Кстати, привод такой же, как в проложе. Фишка есть. Нифига себе. С виду всё целое. Вот сами смотрите. Вроде бы всё нормально выглядит. Но эта падла не включается. Просто не включается. Вообще никак. У неё масса на фишке питания, чёрный провод, не звонится с массой корпуса. Хотя должна. И даже если брать массу с корпуса и подключаться на фишку. Вот на вот эту вот. Фишка сама рабочая. Маленький бросок есть. Как будто заряжается конденсатор. Но она всё равно не включается. Получается тут красный-жёлтый. Видимо, один из них ещё где-то отгорела дорожка. Но я вот показываю. Всё выглядит нормально. Вот только тут какая-то капелька есть. И это всё, получается, было найдено комплектом. И непонятно. То ли динамики палёные, то ли они заржавели, вот так вот застряли. Они работали, получается, от этой магнитолы. И то, и то сломано. Эти как будто бы палёные. Но как можно спалить вот такие динамики дверные от магнитолы? Как, блядь? Ещё выходы линейные. Один целый, с другим вот так вот зачем-то поступили. Непонятно, нахуя, конечно, но... Вот так вот. Видимо, вот этот к сабвуферу подключался. Вот он, кстати, микрик, про который я говорю, который надо вот так вот поелозить. Здесь оно, кстати, не помогло. Но здесь нет коррозии никакой на самой магнитоле. Коррозия есть на динамиках, но на магнитоле ничего нет. Это подозрительно странно. Также нету, не прослеживается никакого предохранителя. Ни здесь, ни там. Вот такие дела. Мистерия есть мистерия. Сама морда целая, нормальная. Наверное, ремонту она всё-таки подлежит. Посмотрим. Людмила. Спас sama. Первое.